секрет фермы и мы опять же в гостях у нашего фермера у валентина в начале вот прежде чем мы начнем вот всю нашу серию передач хочется узнать почему козы на самом деле не сразу было решение по поводу коз сначала мы с женой почему-то так решили чтобы начинать наше будем хозяйство вести с перепелок мы где-то прочитали литературу достаточно много литературы перелопатили и узнали о том что перепелка это очень полезная птичка и сама она очень вкусная полезно мясо и и узнали о том что я если не очень полезные и решили заниматься перепелками потом подумали подумали познакомились с сайтом фермеру и увидели о том как там здорово люди вводят кроликов мы решили заниматься кроликами и в конце концов потом подумали подумали нет ну кролики тоже наверно как то наверно маловато по нашим меркам решили заниматься по юридическим меркам решили заниматься козами ну вот так родилась идея к тому же вот у меня есть товарищ который сын мой который которому как и всем детям действительно нужно молоко козье очень полезное и козье молоко есть такая у него особенно что на первые 20 минут после дойки козье молоко целебное потом оно просто полезное то есть молоко козье молоко можно пить оно всегда полезное а вот первые 20 минут после дойки на целебное то есть вот те все истории те случаи которых много-много пишут и рассказывают в интернете она касается эти случаи касается не просто козьего молока козьего молока совсем-совсем свежего который только-только его выдаили и только-только процедили сразу выпили всем должен еще парным теплым это молоко действительно целебное и случаев излечения от разных болезней сильно очень много то есть это еще такая как вынужденная какая-то была мера но как бы с одной частично да ну и ну плюс ко всему мы познакомились с этим козьим хозяйством крупным козьим хозяйством по киевской области там они были мы приехали туда с женой для того что принять окончательное решение мы будем такие самостоятельно козами заниматься или может быть мы просто будем кого-то из соседей просить чтобы нам просто пару молоко давали после того как мы пообщались непосредственно с козлятами с козами поняли о том что но это уникальное животное с которым действительно стоит иметь дело и с которыми просто просто приятное общение даже но уже как я понимаю уже какие-то шишки набиты уже что-то сами попробовали уже что-то научили что-то поняли и в результате мы будем подходить таким образом уже какой-то сложилась картина какой-то запланированной фермы к чему идем вот какая программа максимум которая вот заложена собственно в процессе в процессе того как мы выстраивали своего хозяйства пока мы с этого первоначально была идея такая чтобы дома держать несколько козочек для того чтобы себе свою семью обеспечивать молоком сыром маслом на самом деле козьих продуктов очень много а потом это все переросло в такую идею в создание небольшой фирмы семейной фирмы так как это в основном практикуется на западе большинство фирм как раз таки небольшие семейные так называемые это идет вот 50 до 150 коз основного поголовья и собственно к этому мы сейчас пришли но это мы будем это уже следующий этап нашего развития в этом я думаю мы потом с вами поговорим я расскажу о том какие наши планы и с какими проблемами и возможно сложностями сталкиваемся на этапе создания именно такой полноценной семейной микрофермы это пока по сути это говоря наше подразделение тест драйв такое да 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 это тест драйв и плюс ко всему скажем так вот я как вообще абсолютно городской житель я теперь понимаю о том что ну никаких нету ты когда мне говорят о том что ну так козу завести на то купи козу потом продай козу вот такая стереотип абсолютный на самом деле как бы на никаких нету никаких абсолютно нету оснований не приобретать городскому жителю у которого есть небольшой даже участок земли 1-2 козы на бомбить стереотипы а еще такой вопрос это ферма под какой конечный продукт будет ориентирована это будет в сыром виде ли это уже с какой-то планируемая переработка или это племенное поголовье что что доминировать да на самом деле все конечно хотелось бы заниматься совсем уже в такие далеко идущие планы конечно пути хотелось бы заниматься выведением хороших высоководойных коз пород тех которые как бы есть сейчас именно вот у нас практически представлены альпийские козы именно эта порода коз который на больше всего жены нравится и именно вот этими козами хотели бы заниматься в том числе их выведением из них путем селекции оставление самых высоководойных и разведение их на территории харьковской области на территории харьковской области applause хороших высоководойных коз на самом деле слишком мало вот это точно как бы совсем уже на будущее шаг до этого это производство сыра производства сыра производство молока производство продуктов из молока домашнего сыроварения да и наконец еще если немножко шаг назад это просто молоко полезно и хорошая а если люди будут готовы приезжать непосредственно ферма его брать то это на самом деле еще и целебно ну давай тогда теперь экскурсию да по ферме вот то какие-то участки уже сложились в не могу сказать что-то фермы но это домашнее подворье приусадебное хозяйство да здесь мы видим наших производителей это наш основной производитель зовут его абрек да он очень ласково называется да 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 он отзывается на брак он очень такой на самом деле очень добрый козел молодые полтора года всего он привезли на запорожье они как с детьми вообще не агрессивно абсолютно абсолютно он абсолютно не агрессивен нам повезло с козлом и с этим козликом и с нашим ремонтным козликом бывает козлы драчливые эти козлы абсолютно нормально сейчас вот один пока козел 2 это наш основной производитель который вот я живой привезен запорожье который вот уже в таком виде он был привезен собственно говоря с которого все началось я хочу рассказать такую историю мы на самом деле изначально хотели разводить заняцкую породу коза на наиболее такая и в мире развитая на более считается молочная и мы уже приехали на эту ферму для того чтобы посмотреть может быть несколько сезонских козочек взять ну вот и пока мы все выбираем этих занятых козочек вот этот вот товарищ подбежал ко моей жене вот и сделал свое контрольное такое контрольный выстрел на такой произвел и прямо в сердце то есть он подошел к ней стал на задней лавке передним вакуумом так вот не подошел и так жалобно заблею в общем мы решили о том что мы тоже олимпийские покажись в оси своей красе вот это вот именно с вот этого товарища и началось наше знакомство с олимпийскими козами потому что изначально были задумки именно по заняцки но куда только мне или на это просто на волю и хочет девочку потому что весна у нас сейчас март месяц вот наши два породистых это хоть ремонтный козлик но он уже достаточно взрослый и от одной козочки если все будет хорошо у него же будет в этом году детки еще с осенью вот ему уже годик уже готовитесь к окоз или как это называется да 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 одна козочка от него уже возможно будет даже что-то иметь это очень ласковый козлик на самом деле а сколько козлят идет один при плоде нет как правило один козлонок идет в приходе только лишь от козы первокотки если коза уже один раз сажал то есть она уже второкотка как правило уже идет 2 иногда и 3 козлика я только для первокотки только может быть такой у меня покушать решил вот у нас еще и чеки каждый из них должен иметь свой загон почему потому что все-таки это мужчины вот и иногда не выясняет отношения между собой между собой да вот поэтому для того чтобы тех выяснили отношения было мы все-таки решили что каждый из них должен будет иметь свой загон у них отдельное спальное место куда мы не пойдем там грязно но у них там у каждого есть своя полочка такая же как у козлик здесь я вам познакомлюсь и похоже с этим вот достаточно пространства для того чтобы они здесь это какие-то определенные нормы площади определенную площади гораздо меньше это с большим запасом потому что мы наши козликов любим мы хотим чтобы они двигались для козлов очень важное движение так ну с арнольдом а именно так зовут нашего ремонтного козлика мы его познакомили уже пойдем знакомить с остальными так только не выбегай не выбегай вот что это это коза главный фермерский портал совместно с просто продакшн специально к агропорту а